МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры деструктивных сил Беларуси после провальной попытки поставить страну на колени, бежали к своим хозяевам-кукловодам. С надеждой в скором времени взять реванш. Им ведь обещали помочь. И на первых порах действительно поддерживали, особенно финансово. Но вот незадачка-то. Денежные потоки мельчают, да и политическая поддержка западных кураторов слабеет. А вот проблемы у них, наоборот, нарастают. Все чаще беглых посещает чувство дискомфорта, и все больше вспоминают они Родину. И вы знаете, Родина готова их встретить. Другой вопрос – кого и как? Вот такая радушная встреча, и апартаменты люкс ожидают жаждущих перемен незаконным путем. Тех, кто сам стал предателем и экстремистом, и других с пути истинного сбивает. Справедливости ради стоит напомнить, что вернуться можно и без последствий, сохранив ту самую вожделенную свободу, если сделать это по закону и правилам, предложенным нашим государством. Причем делать это надо искренне. Но вернемся к тем, кто прекрасно понимает, иного пути домой, кроме как на нары, у них нет. Вспомним наводящего, как он думал, ужас на государственных служащих и просто людей-патриотов Андрея Паука. Вместе с женой они создали фактически экстремистскую ячейку – родобельская показуха. Понятно, на средства западных спонсоров. Думали своими внезапными звонками и глупыми вопросами вывести на чистую воду настоящих белорусов, приверженцев действующей власти. Ну а цель всей этой показухи очевидна. Подорвать государственные устои, дискредитировать власть и, конечно же, поднять волну общественного недовольства со всеми вытекающими последствиями. Но запутались пауки в собственной паутине липкой лжи и ненависти. Недавно было рассмотрено уголовное дело в порядке специального производства. Семейство получило по заслугам. По совокупности преступлений пауку Андрею назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного решима со штрафом в размере 5000 базовых величин, что составляет 200 тысяч рублей. А паук Ольге в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 2500 базовых величин, что составляет 100 тысяч рублей. От 6 до 8 лет получили и другие, подпевала показушники. Кстати, у некоторых еще до приговора энтузиазма поубавилась. В порядке специального производства рассмотрено дело еще нескольких одиозных фигур, обиженных своими же соратниками и обделенных властью в нелегальной общине беглых Вероники Цепкало, Ольги Карыч и предателя Анатолия Котова. В списке экстремистов значились и другие имена, не таких известных, но, судя по приговору, не менее отличившихся в незаконной деятельности людей. Всем обвиняемым назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде штрафа. Карыч и Котову в размере 15 тысяч базовых величин, Вильскому в размере 12 тысяч базовых величин, Дмитренку в размере 11 тысяч базовых величин и Цепкало в размере 1 тысячи базовых величин. Убежав за границу, не скроешься от закона. Ну а тем, кто все еще уверен в обратном, стоит освежить память и повысить уровень правовой грамотности. Мой гость поможет в этом. Александр Юрьевич Богуш, заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области, сегодня ответит на мои вопросы, о многом напомнит и многое прояснит. Александр Юрьевич, почему дела были рассмотрены в порядке специального производства, заочно? Что это значит и чем отличается от рассмотрения обычного уголовного дела? Законом Республики Беларусь у 20 июля 2022 года был введен Институт специального производства. По уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за пределами Республики Беларусь и уклоняются от явки в орган уголовного преследования. Был установлен исчерпывающий перечень преступлений, за которые может быть начато специальное производство. К таким преступлениям, например, относятся акт терроризма, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования и участие в этом экстремистском формировании, содействие экстремистской деятельности, преступления против государства, преступления против мира и безопасности человечества. Перечень этих преступлений является исчерпывающим. Особенностью этих преступлений является то, что в нём является обязательным участие защитника, который начинает свою участие с момента вынесения постановления о начале специального производства. И защитник участвует в том числе до окончания предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела судом. Защитник фактически участвует вместо обвиняемого, он ознакомлются со всеми процессуальными документами, с экспертизами, участвует в процессуальных действиях, которые проводятся по уголовному делу, и в том числе участвует при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Специальное производство производится на основании постановления следователя согласия прокурора, либо по постановлению прокурора, если такое дело находится в производстве прокурора. Специальное производство по уголовному делу может проводиться при соблюдении одновременно двух условий. Первое условие — совершеннолетний гражданин Республики Беларусь, который обвиняется в совершении преступлений, таких как преступления против мира и безопасности человечества, военные преступления, угроза совершения акта терроризма, финансирования террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, массовые беспорядки и многих других преступлений, которые указаны в главе 49.3 Уголовно-процессуального кодекса. Второе условие — когда иностранным государствам отказано в выдаче обвиняемого для осуществления уголовного преследования на территории Республики Беларусь, либо в течение шести месяцев с момента направления к Генеральной прокуратуре и просьбе о выдаче данного лица не получено согласие иностранного государства на его выдачу. Тем не менее, перечень преступлений, который содержится в главе 49.3, не является исчерпывающим. Специальное производство может начаться и в других случаях, например, по восстановлению Генерального прокурора, либо по постановлению председателя Следственного комитета, либо председателя КГБ с согласия Генерального прокурора. Следует также обратить внимание на порядок уведомлений обвиняемого о проведении специального производства. Информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого и вызове его в орган уголовного преследования публикуется на официальном сайте, и данная информация должна быть опубликована в течение суток с момента принятия решения о специальном производстве по уголовному делу. Такая же информация публикуется при назначении судебного разбирательства после направления уголовного дела в суд при постановлении приговора. Правда ли, что до сих пор устанавливаются правонарушители 2020 года? Да, совершенно верно. В настоящее время судами области было рассмотрено три уголовных дела специального производства. Это лица, которые находятся за пределами Республики Беларусь, и иностранным государствам было отказано в выдаче данных лиц. В настоящее время проводится расследование. На сегодняшний день в производстве Брестского областного суда еще находится одно уголовное дело в отношении одного лица, которое еще не рассмотрено. Работа по установлению лиц, причастных к событиям 2020 года, связанных с массовыми беспорядками и участию лиц в действиях группы, нарушающих общественных порядок, органами уголовного преследования ведется до настоящего времени. Так, за истекший период 2024 года, за указанные события судами области, осуждено 75 лиц. И преимущество данным лицам было назначено наказание в виде лишения свободы. данных говорит о том, что каждое лицо, которое совершило преступление, должно быть найдено и должно быть наказано. Ну и, наверное, ошибочно им полагать, что время пройдет, все утихнет, и они, скажем так, останутся незамеченными. Нет, работа ведется постоянно, постоянно анализируются видео, которые есть, материалы, которые есть у органов следствия и органов дознания. Так, в стекшем периоде 2024 года судами области было осуждено 75 лиц за указанные действия. И практически всем этим лицам было назначено наказание в виде лишения свободы. И эта работа ведется до настоящего времени. Также в судах имеются и в настоящее время дела по данной категории дел, в том числе по массовым беспорядкам на территории, которые проходили в городе Пинске, в городе Бресте и в городе Баранович. Давайте еще раз сегодня напомним о составе экстремистских преступлений, ну и, соответственно, о последствиях. Ну, в настоящее время наиболее часто преступления, которые встречаются, связанные с экстремизмом, это являются содействие экстремистской деятельности, финансирование экстремистской деятельности, оскорбление представителей власти, президента республики Беларусь, клевета в отношении президента и других государственных органов. Это те преступления, которые связаны с экстремизмом. И по этим преступлениям в настоящее время большинство уголовных дел и рассматриваются судами области. Можно привести примеры таких уголовных дел. Например, за 6 месяцев 2023 года судами областями было осуждено 81 лицо. И уже в истекшем периоде 2024 года таких лиц было осуждено 115. При этом 91 лицу было назначено наказание в виде лишения свободы. Это 80% от всех осужденных за преступления данной категории. За все преступления экстремистской направленности предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Также там есть и альтернативные виды наказания. С учётом личности, обстоятельства уголовного дела, судом рассматриваются различные виды наказаний. Также в настоящее время за ряд преступлений экстремистской направленности, например, такие как участие в экстремистском формировании, создание экстремистского формирования, содействие экстремистской деятельности, финансирование экстремистской деятельности и многие другие, которые связаны с экстремизмом, наказание предусмотрено дополнительное в виде штрафа, которое составляет от 500 до 50 тысяч базовых величин. То есть если за обычные преступления у нас наказание составляет от 30 базовых до 1000, это максимально, то за ряд преступлений экстремистской направленности максимальный штраф составляет 50 тысяч базовых величин. А Вы говорили, что предусматривается лишение свободы, а сроки какие? За разные преступления, разные сроки. Например, за оскорбление президента, представителя власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Ну и максимальное вообще что можно получить? Максимальное наказание, связанное с экстремистской деятельностью, как правило, не более 12 лет. То есть прежде чем что-либо говорить, что-либо писать в интернет-ресурсах, надо хорошенечко подумать. Да, совершенно верно. Давайте немножечко ещё подробнее остановимся на том, что такое содействие экстремизму. Содействие экстремистской деятельности выражается в нескольких формах. Порой люди не думают и направляют различные материалы в экстремистские формирования. Например, это фото-видео, съёмка перемещения военной техники, различные видео-фото, которые дискредитируют органы власти. Поэтому всё, что направляется в экстремистские формирования, в том числе экстремистские телеграм-каналы различные, интернет-ресурсы, всё это может быть использовано для дискредитации Республики Беларусь. Также содействием экстремистской деятельности является дача интервью представителям информационных ресурсов, осуществляющих экстремистскую деятельность. Публикация различных комментариев под публикациями в данных интернет-ресурсах, телеграм-каналах, мессенджерах различных, социальных сетях. Всё это также является содействием экстремистской деятельности. То есть переслать какой-то материал, какую-то информацию, а потом сказать, я не понимал, что делаю, я не знал, что это экстремистский канал, например, так не получится. Нет. В любом случае наказание последует какое-то. Совершенно верно. Потому что этот материал может быть использован в целях этого формирования, и они эту информацию преподносят по-разному. И по-разному публикуют её. Ну что ж, огромное спасибо за важную информацию. Думаю, она окажется полезной для наших телезрителей. Да. Большое спасибо за приглашение. Мы на пороге важного и ответственного для каждого из нас государственного события. Беглая оппозиция наверняка будет пытаться расшатать ситуацию в обществе, с новой силой дискредитировать власть, разжигать социальную, межнациональную, политическую вражду. Не стоит идти на поводу, даже в мелочах. Органами прокуратуры Брестской области на регулярной основе проводится мониторинг информации, публикуемой в СМИ и на различных интернет-ресурсах. По результатам мониторинга, а также с учётом информации, предоставленной иными субъектами противодействия экстремизму, органами прокуратуры Брестской области в первом полугодии 2024 года в суды направлены более 190 заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Важно знать, что согласно части 2 статьи 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях распространение информационной продукции, включённой в список экстремистских материалов, а равна изготовления, издания, хранения, либо перевозка с целью распространения такой информации влечёт за собой наложение штрафа на физическое лицо в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, либо общественной работы или административный арест с конфискацией названных предметов. Индивидуальный предприниматель может быть привлечён к административной ответственности за указанное действие в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также средств и орудий в совершении указанного нарушения. Юридическое лицо за совершение указанных действий может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 до 500 базовых величин с конфискацией названных предметов. Все, что способно нанести вред национальным интересам нашей страны, будет рассматриваться как продукция или материал экстремистского характера. И не стоит надеяться, что удастся остаться в тени, убежать и отсидеться. Практика показывает, к ответственности привлекут всех. Виновных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok